21 марта в стенах филиала Дагестанского государственного университета состояла встреча студентов с работниками Управления культуры. Мероприятие было организовано по инициативе руководства университета в преддверии профессионального праздника деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий. Почетными гостями стали заместитель директора Дворца культуры Спартак Айна Абдулазисова и заслуженный артист Республики Дагестан Шамиль Ханакаев. Встреча проходила в форме диалога в дружеской и непринужденной атмосфере. Говорили о разном от влияния культуры на самосознание человека и целых поколений до образовательной роли в воспитании и становлении личности подрастающего поколения. Шамиль ДГУ, я педагогический колледж заканчивала, может даже не по своей профессии пошли, но наше хобби мы поддержали и в этой отрасли творческой деятельности мы себя нашли. Вот если, конечно, среди вас есть такие, мы только рады, наше стены рады вас принять у себя, у нас очень много студий. И желаю вам именно творческих каких-то находок в себе, чтобы вы были не только как специалист в определенной отрасли, но и творчески подходили к любой своей работе, потому что когда человек позитивно, творчески подходит к своей работе, то он себя чувствует, мне кажется, так уверенно. Всех вам благ в учебе, успехов. Говоря о деятельности управления культурой, нельзя оставить без внимания роль и значение работы библиотечных систем, ведь за годы своей истории библиотека доказала свою значимость не только как информационный центр, но и как один из очагов культуры и литературы. Она выполняет функции просветительского информационного характера, сохраняя и приумножая историко-культурное наследие, рассказывает библиотекарь университета Эльмира Гасанова. Я очень рада тому, что Ян попала в эту сферу. Стаж моей работы буквально 1 апреля ровно 40 лет, как Ян впервые переступила порог библиотеки, где осталось на все эти 40 лет. И не жалею об этом нисколечки, потому что эту работу я полюбила, я нашла себя в ней. И ведь не только работа с книгой, а работа с живыми людьми. До сих пор я встречаю своих читателей, которые с благодарностью вспоминают тот период, когда люди действительно читали с семьями, приходили с детьми, записывались в библиотеку, периодически меняли книги. И помимо того, что мы обслуживали людей по производству, буквально сегодня мы даже вспоминали, насколько маленький наш был город и сколько было много предприятий и организаций в нашем городе. И в каждой из этих организаций была маленькая библиотека. Интересным показался вопрос студента касательно важности поддержки на пути раскрытия своего таланта. Ханакаев отметил необходимость составляющей личного стремления и понимания со стороны окружающих, родных и близких людей. Я, наверное, с процентов 10-20, наверное, что-то из себя представлял, как бы по природным талантам, так скажем. Огромную поддержку я дал, начиная с учителей, главы района, начальника управления культурой И вот последующий глава города Хасайверт. Также я, так скажем, нулево приехал в Хасайверт, устроился на работу в дворец культуры «Спартак». Как вторая семья, даже могу сказать, первая семья была определенное время, жил в «Спартаке». Начинал, как к своему сыну отнеслись, как к брату. Меня, можно сказать, вот так воспитали, дали хорошую поддержку. Ну, конечно же, наверное, я думаю, от поддержки, от толчка, наверное, если человек сам это все не принимает и не знает для себя, что ему нужно, наверное, если всегда там, как трактором, если даже будут толкать и так далее, тоже, наверное, ничего не получится. Поэтому, думаю, в первую очередь надо иметь желание, надо иметь свои цели. Стоит отметить, что на сегодняшний день культура Дагестана является богатейшим общенациональным достоянием. Благодаря работникам культуры любой желающий имеет возможность любоваться уникальными произведениями живописи, слушать хорошую музыку и восхищаться драматическим и танцевальным искусством, подчеркнули гости встречи. Благодаря работникам культуры любой желающих и восхищаться драматическим и танцевальным искусством, подчеркнули гости встречи. Благодаря работникам культуры любой желающих и восхищаться драматическим и танцевальным искусством, подчеркнули гости встречи. Редактор субтитров А.Семкин